Россия Когда человек уедет Когда человек уедет далеко-далеко Ему очень хочется вернуться Если ты наш Если ты советский Ты на что не променяешь Россию Вот что такое Россия Понял? И так просто нельзя прожить в ней И Россия это не только что-нибудь Но и вся жизнь человека По-моему это я не могу сказать Ну Россия это все вот сначала До самого конца Вот с младенческих лет до самой старости Человека вот все абсолютно По-моему это да По-моему это да Слышу голос Из прекрасного далека Он зовет меня Не в райские края Почему запад аплодирует Горбачеву И почему запад аплодирует Горбачеву И почему запад аплодирует Ельцеву Что вы думаете Запад хочет чтобы советские люди Жили роскошно Были сыты и так далее Ничего подобного Западу нужно чтобы советский Союз развалился Они говорят действуй Миша Мы тебе поаплодируем А они рады стараться Все больше людей говорят До референдуму До союза Чтобы должен быть союз Потому что Это мощь Кулак единый Когда будет все вместе А если между собой Будешь между республиками Тогда Как говорится Будем мы слабые все Если бы Нашелся такой Сумасшедший Которому бы удалось Все же Спровоцировать Вот разделение Страны Это такая была Для этой страны Для всего мира И для европейцев Это просто Немыслимо Большинство Участвовавших В референдуме Поддержало Союз Сохранение Союза 112,1 Миллиона Советских Граждан Это 76,3 Процента Всех Принимавших Участие В референдуме Возникли Экстремистские силы Взявшие курс На ликвидацию Советского Союза Растоптаны Результаты Общенационального Референдума О единстве Отечества Мам Слушай Я утром Да Поел Мам Нет Мам Я решил Мы отсюда не уйдем Может и будут стрелять Кто Кто Я не знаю Сволочь 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 Смеетесь Вы зря Наверно уходит здравый смысл из наших голов Неужели Россия страна только страстей Неужели Россия страна только горькой судьбы Это боевой поток Пусть бы Горбачев сказал бы в 85 году Что в 95 году перестройка закончится развалом государства Расчленением Гибелью людей Это говорить правду Теперь можно ожидать настоящего движения вперед Это вне всякого сомнения И люди будут по-другому работать И теперь появится вера Вы отдаете себе отчет Что будет завтра на Украине например По какому Пать перемать праву Почему им должен принадлежать Крым Почему им должна принадлежать Харьковская область Почему им должен принадлежать Данбасе Дорогие друзья я от всей души Поздравляю вас с замечательным праздником Это первый праздник Защиты свободы в истории России С праздником С праздником Поздравляю вас с рождеством и Барбару Я даже думал, когда же мне лучше выступать, в вторник или в среду. И с учетом этого я решил, что сегодня в конце дня. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Если я стоял перед вами четыре года назад и описывал это как мир, который мы бы помогли строить, то вы бы сказали, что Джордж Буш, вы должны были пить что-то, и вы должны были инхалить. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Я ответственно заявляю. Мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже к снятию из боевого дежурства ракет, нацеленных на Соединенные Штаты Америки. This convention is the first at which an American president can say the Cold War is over and freedom finished first. Господи, благослови Америку. Слушай, слушай, твои не полегли. Они сдохли, как собаки. Понял, нет? Сдохнут столько, если вы не прекратите свою ерунду. Лучше выходи, надевай себе белый простудивый. Выходи, понял, нет? Стреляйте их на месте, мужики. Стреляйте, не жалейте. Останкинская площадь вся залита кровью. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит. ТВ под контролем и радио нет. Они лгут. Мы не преступники. Поверьте, мои братья. Все говорит о том, что предали тебя. Разрушив твой дом, на колени склоня. А на твоих костях без капельки лжи. Все заговорят о вечной любви. И на много лет ты станешь гостем дорогим. С протянутой рукою ты погляди. Это теперь все будет твоим. Россия с любовью. Вот это все, что ваши приготовили для войны. Три тысячи лейтенантов за любовь с дубами. Я понимаю, что взял на тебя огромную ответственность. Считаю своей святой обязанностью платить народ России. И каждый день и каждую минуту служения Отечеству помню. У нас с вами одна Родина. Речь идет не просто о восстановлении чести и достоинства страны. Речь идет о том, чтобы положить конец распаду России. Теперь уберите, что сделал Путин. Дайте наш алкаж старик. Он лучше, чем Путин. Вы знаете, что планирует противник. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли на трассу. Мы обязательно выйдем за ним. Обязательно. Но пить будем. Потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера будут решены. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на это действие. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширено. Когда ты крепко стоишь на ногах. Республика этой ночи, грузинские войска начали полномасштабные боевые действия. На сильных мира сего наводишь страх. Мир напуган, растерян, ведь он знал. Ты не должен был выжить, когда пал. И от вечной любви внезапно вдруг прозрел след. И кто был за тебя горою, Теперь скалит зубы очереды побед. Из России с любовью. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. И кто на такую любовь обречен? Мы, не жалея себя, подставим плечо. И как бы боль не сжигала огнем. Зная, какая с нами сила до последнего ждем. Но если кто-то решит, что нам в этом мире места нет. И заверит это кровью. То поспешит получить последний привет. Из России с любовью. У меня сомнение возникает. Так и наши партнеры искренние. Мне кажется, что наши партнеры не хотят союзников. Они хотят вас самих. Они хотят управлять. Разве это не факт, что мы в 90-е годы полностью раскрылись и ожидали, что и к нам будут так же относиться? Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право от любви. Для человечества это будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет Россия? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова